На прошедшем в Санкт-Петербурге пятом мегафоруме Школы Будущего, 33-я гимназия города Ульяновска вошла в число 100 лучшей школы России. Конкуренцию ульяновсцам составляли более 600 образовательных учреждений со всей страны, но 33-я смогла взять золотую медаль в номинации лучшей гимназии. А главным было то, что на самом деле является ли учреждение по своему содержанию школой 21 века, школой будущего, которая учит и развивает детей. И они по этим критериям отобрали тех, кто более соответствовал. Господу было угортно, что мы оказались в этом числе. Оценены были и личные достижения руководителя образовательного учреждения. Николай Прокофьев отмечен медалью лучшего директора. Что касается директора, я думаю, здесь не только по внешним качествам, а по варианту того. Там же тоже отрождено, где участвовал, что делал, чем занимался. Ну, конечно, я считаю, что немалую роль сыграло то, что, значит, вот в данном учебном заведении я уже работаю почти 30 лет. Наш визит в школу совпал с еще одним праздником. Четверть века насчитывает традиция посвящения первоклассникам и гимназистам. Под пристальными взглядами родителей и учителей юная поросль делает первый важный шаг в своей небольшой жизни. А дальше ждут большие свершения на ней и учебы не только. Гимназисты занимаются и спортом, и творчеством. Здесь вот очень так хорошо, здесь увлекательно, здесь учителя очень добрые сами по себе, как бы много домашних заданий издают, то есть не перенагружают. Также здесь проводится очень много конкурсов разных. Вот недавно был конкурс уличные танцы, то есть такое, ну, разнообразие большое очень. От стать учениками – педагогический состав. Гимназия воспитала трех победителей городского конкурса «Учитель года». Ольга Золотова преподает в гимназии уже 20 лет, а в этом году перешла на руководящую должность и решила представить свои успехи на новом поприще на конкурсе «Педагогический дебют». Результат оценили. Ольга Владимировна завоевала второе место. Ребенок, когда приходит сюда, все усилия педагога направлены на то, чтобы личность эту развить, чтобы этому ребенку было здесь радостно, чтобы он себя почувствовал счастливым. Ну и задача тогда нашего всего коллектива – сделать так, чтобы это счастье поддерживалось и формировалось в детях. И вот это вот на протяжении 20 лет, вот это состояние сделать счастливым тех, с кем ты работаешь, оно вот тут вот, ну просто прям стены пропитаны этим. Атмосфера в гимназии действительно особая. Упускники частенько возвращаются в образовательные учреждения в качестве учителей и навсегда связывают свою жизнь с гимназией. Егор Титов, Павел Макаров. Новости Ульяновской правы.